Встреча проходила в интерактивном формате. Студенты активно задавали вопросы, на которые Санакасамарасинха с удовольствием аргументированно отвечал. В Брестский регион он приехал в Международный день инвалидов. Именно это событие стало основной темой для беседы. Проблемы молодых инвалидов в сфере трудоустройства и адаптации – работа Красного Креста. И это не полный список поднятых вопросов, которые были озвучены во время диалога. К слову, около 15% людей всего мира имеют статус инвалид. Цифра немаленькая. Санакасамарасинха акцентировал внимание на том, что эта беседа проходит в неформальной обстановке именно со студентами, с молодежью, которая в будущем будет строить новое общество с новыми взглядами на мир. Именно от них зависит, каким будет отношение к инвалидам завтра. Вы знаете, мне не надо какая-то конкретная цель, чтобы посещать Брест, потому что мне Брест очень нравится, я постоянно сюда возвращаюсь. Конкретно сегодня мы посетили данный регион, данный город по ряду причин. Одна из причин заключается в том, что мы, я конкретно с послом Нитвы и с поверенным в делах США, приехали, чтобы посмотреть и оценить реализуемые в регионе экотуристические проекты, которые финансируются агентством США по международному развитию и реализуются офисом ПРОН Беларуси. На протяжении практически двух часов студенты смогли узнать ответы на интересующие вопросы. Тем более, как выяснилось во время встречи, не все ребята имели возможность общаться с людьми с ограниченными возможностями. Санека Самарасинха рассказал об экспериментах, благодаря которым здоровые люди начинали понимать, насколько на самом деле тяжело инвалидам. Ведь люди с ограниченными возможностями в основном сталкиваются с двумя видами проблем – физическими и психологическими. И если физический инвалид пытается справиться хотя бы с помощью близких или друзей, то проблемы эмоционального характера решаются сложнее. Подобные встречи с представителями Организации Объединенных Наций помогут студентам разобраться в особенностях работы объединения, а также ближе познакомиться с его проектами и инициативами. Я думаю, что они необходимы. Они необходимы, тем более под такие темы, которые у нас преподается учебный курс «Права человека». И в рамках этого преподавания для них полезно расширение знаний. Ну и имеется в виду представительство очень высокое сегодня. Поэтому, чем более, я оцениваю положительно и считаю, что такие встречи необходимы дальше продолжать. Во время беседы со студентами Санэка Самарасинха сказал, что в Беларуси условия для инвалидов намного лучше, чем в странах-соседках. Несмотря на то, что наша страна пока не подписала Международную конвенцию по правам инвалидов, в республике создаются все условия для того, чтобы люди с ограниченными возможностями чувствовали себя уютно и комфортно, выходя на улицу или передвигаясь по городу на общественном транспорте. Как отметил Санэка Самарасинха, это общение было полезным как для студентов, так и для самого представителя ООН.